Всего за 2 бакса в месяц смотри UFC, Беллотер, АПЛ, Лига Чемпионов, Формула-1, НБА и НХЛ. И это лишь одна третья от того, что входит в одну подписку Ситанто Спорт. Я сам в шоке. А сейчас у тебя еще и есть шанс получить это все со скидкой 50%. Всего лишь за 2 бакса на первый месяц. Подробности в закрепленном комментарии. Заходи и кайфуй, брат. Андрей Орловский и Джей Колье в клетке, погнали. Первый раунд прошел в обоюдных разменах. Оба бойца доносили хорошие панчи, чуть точнее был Колье. Но решающую роль сыграло столкновение головами, в результате которого образовалась жесткая глубокая сечка у Андрея. Однако каких-то супер опасных эпизодов не было и бойцы перешли в раунд за номером 2. Во втором раунде постоянно давил Колье. Старался он потрясти, Андрей раз за разом вступал в борьбу в стойке. Но все контролировал Орловский, легко выходил из борьбы и избегал серьезного урона. А после середины раунда больше стал попадать ветеран и кажется немного просел по кардио Колье. Но под конец раунда неплохо бойцы зарубились, однако оба остались на ногах. Начали бойцы третий раунд с зарубы, но при входе в размен бойцы вновь столкнулись головами. И в этот раз обошлось без сечек. После экватора раунда активизировался Андрей. Как бы это ни было странно, но 43-летний Питбуль дышит лучше, чем 33-летний Колье. Лучше двигается и чаще попадает под конец поединка. Да и держит удар Андрей очень круто, прям вторая молодость у Орловского. Но завершился бой тейкдауном от Джейка, и этот эпизод может стать решающим при подсчете голосов. Ждем решения. А победу в этом бою раздельным решением одержал Андрей Орловский, с чем мы его и поздравляем. По-братски не поленись. Лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Остальные бои по ссылке в описании.